Всем привет, на связи IT District. Сегодня мы поговорим о возможности создания мобильных приложений самостоятельно на конструкторах. В этом видео я разрушу миф, который встречается очень часто. Но сначала немножко рекламы. Если вы хотите научиться разрабатывать сайты, то у меня для вас есть хорошая новость. У меня есть очень много различных курсов по созданию сайтов на системе WordPress без знаний программирования. Все эти курсы сейчас доступны по 300 рублей и идет большая распродажа. Так что записывайтесь на обучение. Или если вы хотите, чтобы я вам под ключ создал сайт или разработал мобильное приложение, то также я могу для вас это сделать. Ссылка на сайт с распродажей и все ссылки для связи со мной есть в описании к этому видео. Мне очень часто пишут в соцсетях зрители моего канала с вопросом, можно ли создать мобильное приложение, не знаю, на каком-то конструкторе. Но главное, чтобы собственными силами, без знаний программирования. Давайте разбираться в чем тут дело и почему возникают подобные вопросы. Примерно 10 лет назад случился бум в сфере разработки сайтов, а они полностью вошли в нашу жизнь и имеются, наверное, у большинства жителей нашей планеты. Этот тренд ускорился автоматизированными системами, такими как конструкторы сайтов и движки, например, WordPress, OpenCart и другие. Их довольно-таки много. Эти автоматизированные системы позволили разрабатывать сайты собственными силами без знаний программирования. Да, конечно, это все усилило тренд внедрения сайтов в нашу повседневную жизнь, но с другой стороны, это вызвало обесценение профессии разработчика сайтов. Так как зачастую потенциальному клиенту в 80% случаев теперь больше не нужен никакой разработчик сайтов. И началась новая эпоха, в которой каждый желающий мог бы самостоятельно создать любой сайт без знаний программирования. Но эта эпоха заканчивается. На смену сайтов на первый план выходят уже мобильные приложения. И это неудивительно. Задумайтесь, какого устройства обычно пользователи поглощают контент. Зачастую это смартфоны. То есть подавляющий трафик – это трафик с мобильных устройств. И именно тренд использования смартфонов в повседневной жизни вызвала цепь событий, которые позволили прийти мобильным приложениям на смену сайтов. Об этом я подробно рассказал в видео о профессиях будущего. Ссылка на это видео будет в описании. Итак, мобильные приложения пришли на смену сайтов и потихоньку начали их вытеснять. В связи с этим многие задумались о разработке своего мобильного приложения. И не важно, кому оно нужно. На обычному человеку, который решил создать свой собственный сервис. Или, например, хозяину небольшого интернет-магазина, который решил завести к себе на вооружение вот такое мобильное приложение. Любой из них столкнется с большой проблемой. Разработка мобильного приложения стоит дорого. Вот, черт! И начинает гуглить. Но проблема с этими конструкторами такова, что вы с помощью них не сможете создать нормального мобильного приложения. Максимум, что можно на них сделать, это визитку вашей компании. Например, контактные данные, информация о компании и возможность оставить заявку и все. И то эти данные будут статичны. Вы сможете их поменять только вручную. А затем, для того, чтобы эти изменения вступили в силу, вам нужно отправить всем вашим пользователям уведомления с просьбой обновить мобильное приложение. Кроме того, эти все конструкторы, они платные. И я вам по секрету скажу, что создать такое приложение визитку будет вам в итоге стоить дешевле, если вы просто обратитесь к специалисту. То есть, обращение к разработчику обойдется дешевле, нежели если вы будете платить за конструктор ежемесячно. А плата за конструктор взимается ежемесячно. Если вам нужна такая визитка, то я, в принципе, смогу вам создать ее за очень дешево. Но большинству такие визитки не нужны. В основном люди хотят создать какой-то свой сервис или мобильный магазин. Сейчас немножко расскажу, как это все устроено на примере магазина. У вас есть магазин, пусть небольшой, с минимальным ассортиментом товаров, пусть вы продаете какие-то аксессуары. Этот ассортимент ваших товаров меняется постоянно, меняются остатки, что-то добавляется, вы расширяете свой ассортимент, и вам необходимо всю эту информацию динамично отображать в вашем приложении. То есть, с момента, как вы поставили на учет ваши остатки, завели новый товар, это все тут сразу же нужно отображать в мобильном приложении. И как же это сделать? Как динамично отправлять данные в мобильное приложение? Для этого вам нужна будет база данных на сервере. Скорее всего, это будет база данных MySQL. То есть, ваше решение будет состоять из трех частей. Клиентское мобильное приложение, которым пользуются ваши клиенты. Ваше мобильное приложение, как администратора, для управления вашим мобильным магазином. И база данных на сервере. Вы в своем мобильном приложении указываете остатки товара, вводите новые позиции какие-то. Далее, эти изменения попадают в базу данных на сервере, и затем они выгружаются в клиентское приложение. Точнее, все данные поступают с сервера и загружаются в локальную базу данных на устройстве. В результате чего, ваши покупатели видят обновленные данные. И тут разрушается главный миф о конструкторах мобильных приложений. Ни один конструктор не сможет выделить для вас базу данных на сервере, и тем самым вы не сможете на конструкторах создать ни одного нормального мобильного приложения. Таким образом, ответ на вопрос, как создать мобильное приложение самому, ответ прост – никак. На конструкторах нельзя создать мобильное приложение. На них вы можете только поиграться и сделать очередной хлам. Здесь ключевую роль играет специфика платформ Android и iOS, которая в корне отличается от специфики сайтов и веб-индустрии в целом. И эта специфика не позволит конструкторам создать хорошие, качественные, хотя бы чуть-чуть полезные мобильные приложения. И, кстати говоря, скорее всего на 90% в ближайшие 10 лет эта ситуация не изменится. Скорее всего, эта горькая правда многим не понравится. Но так обстоят дела. Для разработки мобильного приложения вам нужен специалист, вам не нужен конструктор. Но на сегодня у меня все. С вами был IT District. До встречи в следующих эфирах. Продолжение следует...